Друзья, ну давайте кратенько взглянем на ситуацию с ценой биткоина. Как вы видите, пролились мы все-таки ниже 8000, как и предполагалось, не очень глубоко. Дно было на 7700. Ну и сейчас большой вопрос в том, пройдем ли мы еще ниже или нет. На самом деле, как вы видите, ну давайте посмотрим на часовом таймфрейме. Объем, который был на самом проливе, то есть вот здесь вот, он был даже меньше, чем объем, который был при уровне 8000, когда мы опускались там с 9500 до 8000. То есть по-хорошему говорить о том, что это некий момент капитуляции, наверное, нельзя. То есть нет там огромных объемов, нету постоянного, вернее, очень резкого отскока. Поэтому, скорее всего, по-хорошему, да, мы должны еще упасть ниже. Но, с другой стороны, сейчас мы уже так долго валимся. Давайте посмотрим, скажем, дневной таймфрейм. Видите, здесь 4 красных свечи. Мы уже очень низко под уровнями Боллинджера. И, по идее, хоть какой-то откат наверх у нас должен быть тот, что был вот здесь. Но это, конечно, такая смешная штука. И, как вы видите, сейчас эти самые откаты происходят. Причем, ну, во-первых, сразу должен сказать, что, на мой взгляд, в настоящий момент все выглядит так, как будто делать что-либо, ходить в лонг, в шорт. Это опасный что туда, что туда. Поэтому самым логичным вариантом, на мой взгляд, кажется, ждать, смотреть на развитие ситуации и то, как цена будет реагировать с ближайшими уровнями. То есть, то ли мы сейчас пройдем выше 8 тысяч и пойдем там тестировать 9. После теста 9 тысяч можно будет попытаться войти в лонг снова с стопом на возврате к 9 тысячам долларов. Либо после небольшого отката сейчас наверх мы снова пойдем вниз, объемы будут снижаться и дальше, и будет новый лоу и так далее. То есть, тогда, наоборот, нужно будет ждать, ни в коем случае не спешить. Потому что, опять же, повторюсь, ситуация сейчас абсолютно неоднозначная. С одной стороны, вроде бы, когда мы уже упали и так достаточно сильно, но с другой стороны, опять же, классических признаков того, что это дно, у нас пока нет. Мы уже, конечно, находимся ниже всех скользящих средних, там 200 и так далее. Кроме того, сейчас на вот этом уровне в 7700, ну, очень-очень близко, уже там 7 тысяч долларов, где-то это почти 50% коррекции от максимума в 14 тысяч. То есть, такой сильной коррекции, конечно, у нас до этого не было. Такой сильной длительной коррекции на всем протяжении, там, истории коррекции биткоина. По крайней мере, на обычном рынке. То есть, сейчас, когда мы пробили 8 тысяч вниз, повторю свою стандартную идею еще с прошлого видео, о том, что это очень сильно уменьшает шансы на то, что рынок по-прежнему бычий. То есть, если мы вот этим движением, скажем, не вернемся на 8 тысяч, не будем пытаться там идти куда-то к 9, как-то постепенно откупаться наверх, то вот эта вся ситуация говорит о том, что мы будем падать еще долго, и там цели в 3000 и там 1000 долларов, они будут казаться уже вполне реальными. Хотя, конечно, на пути вниз, если он случится, будут и откаты, будут временные периоды, такие облегчения, но когда наступит разворот, на самом деле непонятно. Ну и давайте два слова я еще скажу. Смотрите, на дневном таймфрейме, во-первых, мы отскочили очень здорово от скользящей средней на 365 периодах, то есть, по сути, годовая скользящая средняя. Посмотрите, какое было касание. Ну там на других биржах по-другому, ну примерно все равно здесь. Это очень здорово. Еще надо отметить, что такое касание было до этого у нас в 2017 году только раз. То есть, в принципе, можно сказать, что если мы сейчас не уйдем ниже этой скользящей средней, то хоть какой-то шанс на то, что мы останемся в бычьем рынке, все еще есть. То есть, посмотрите, вот это вот падение, которое у нас было до этого, вот здесь вот, оно очень, на самом деле, похоже на то, что мы имеем сейчас. Ну тут, конечно, какие-то различия есть, но тем не менее. Резкое падение, потом тут консолидация достаточно долгая, и потом вот такой вот пролив с почти касанием этой скользящей средней, и потом мы возвращаемся наверх. Опять какая-то консолидация, и постепенно, постепенно. То есть, вот такое развитие событий, оно вполне возможно и для теперешнего варианта, и будет вполне таким логичным и разумным. Был бы неплохо действительно это увидеть. Но если мы будем тестировать ее снова и снова, то, скорее всего, конечно, мы пробьем и повалимся ниже. Ну и кроме того, кстати, совпадает вот этот вот минимум с границей линии Боллинжера на недельном таймфрейме. То есть, тоже очень редко, когда получалось так, что мы опускались ниже этих границ на бычьем рынке в случае коррекций. Опять же, практически, скажем, вот в 2017 году, ну, один раз было, и то это было не на минимуме самой коррекции, а где-то посередине в момент такой консолидации, решающий момент перед выходом снова наверх. Ну и так далее. То есть, в принципе, сейчас у точки в 7700 долларов есть шанс оказаться дном. Небольшой, но все-таки есть. Поэтому давайте, наверное, смотреть со сдержанным оптимизмом на это. По поводу также вот этого отскока, который мы получили. Но здесь, на самом деле, была небольшая дивергенция на 4-х часах, там, на часовом таймфрейме. Посмотрите, минимумы падают на цене, да, минимумы на RSI на 4-х часовом таймфрейме растут. То есть, в принципе, дивергенция рабочая. Единственное, что на втором минимуме здесь объем, ну, не подтвердил ее своим ростом по сравнению с первым минимумом. Если бы он был еще больше, то было бы совсем все прекрасно. Но, тем не менее, как видите, она сколько-то уже отыграла. Сейчас мы на уровне в 800 плюс-минус, там, в зависимости от биржи. В принципе, это некая такая зона сопротивления, которая раньше была поддержкой. То есть, здесь мы нашли дно в около 8 тысяч долларов. И после этого цена не опускалась ниже. Поддержка, все хорошо. Даже вот здесь вот был ее вторичный тест, после которого мы тоже откатились. Ну и вот мы ее пробили. Все, эта поддержка стала сопротивлением. Мы ее тестируем теперь уже снизу. То есть, велика вероятность, что мы протестируем ее там несколько раз. Но вот на более коротких таймфреймах видно, что вот мы стелимся у этой зоны. И после пробоя очень велика вероятность, что мы еще дальше окажемся на пути наверх. При этом, чем больше мы как бы тестируем ее, тем более вероятность, что мы ее все-таки пробьем. А до куда мы дойдем? Ну, наверное, первой зоной я бы отметил 200-дневную скользящую среднюю, которая сейчас находится на уровне 8300, там 8325, да, в зависимости от биржи. И если мы пройдем чуть выше, то мы протестируем, во-первых, ее. И будет очень неплохо, если на самом деле идем выше и закрепимся выше этой скользящей средней. Но посмотрим. Так что, друзья, вот такая ситуация. По-прежнему будем смотреть на развитие событий. Неопределенность зашкаливает. Будьте осторожны со своими вложениями. Ну, а у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Пока.